Практически с первых минут матча сороковой детский сад завладел преимуществом и сохранял его до конца игры. Маленький вратарь мужественно защищал ворота, а нападающие теснили соперников на их половину поля. Все 20 минут игры воспитанникам сорокового сада удавалось отбивать атаки футболистов 37-го сада. Мы готовились к этой игре, чтобы стать чемпионом. Нам понравилось играть, потому что там большие ворота и большой зал. Мне понравилось, что мы забивали другим гол четыре раза. Я был в запасном команде. Если кого-то поранили, я встану и буду играть в футбол. Мне понравилась игра, потому что мы выиграли и много забивали голов. А вот 37-му саду в тот день явно не повезло. И в игре с сороковым детским садом, и в следующем матче с первым садом фортуна была на стороне соперников. Нам все время забивали голы. Мы бегали, забивали, но они все-таки забивали. Эти матчи стали первыми в череде игр юбилейного пятого чемпионата Сарова по футболу среди детских садов «Прорыв». В этом году заявилась 21 команда, на одну больше, чем в прошлом. Интерес к турниру растет и среди администрации садов, и среди их подопечных. Турнир проводится по интересной системе. В принципе, она уже годами отработанная. Мы поделили все сады на семь групп. В каждой группе команды играют свои турниры, выявляют победителя. То есть первое, второе, третье место. Победители лучшей по всем показателям команды образуют золотой кубок, занявший второе место, и две лучшие команды на третьем месте – серебряный кубок. Самая слабая команда на 21 месте сразу вылетает. Остальные четыре команды будут бороться в группе бронзового кубка. Главная цель соревнований – привлечь детей к игровым видам спорта. Видно, что какие-то дети куда-то ходят. Мы для этого и проводим, чтобы тренера приходили, инструктора приходили, посмотрели, там уже с родителями, с детьми более плотно общались, заинтересовывали, что ли. Финальные игры чемпионата Сарова по футболу среди детских садов пройдут в среду 25 мая.